Обучающий семинар для священнослужителей прошел в Петропавловске. В нем приняли участие около 30 представителей духовенства региона, а также приглашенные эксперты из Астаны, Алматы и Кустаная. В наше время работники всех сфер должны стремиться к развитию, включая священнослужителей. На семинаре пойдет речь про этику, добропорядочность, методы информационно-разъяснительной работы с прихожанами мечетей. Отдельный блок будет связан с принципами взаимодействия с людьми, подверженными идеологии деструктивных религиозных течений. Это один из профилей работы на ИП-имама центральной мечети города Алматы Руслана Кайргельде. Он руководит центром для пострадавших от деструктивных религиозных течений. Эксперт из Южной столицы настаивает на том, чтобы священнослужители стремились регулярно повышать свою квалификацию, так как это отражается на качестве их работы. Взять условно районного имама или же заместителя его, или же наставника устаза мечети, если он хочет просто поступить на курсы. У нас есть курсы в Алматы, которые двухмесячные курсы, два месяца полностью обеспечивается крыша над головой, то есть пропитание, все другие социальные вопросы решаются. Через какое-то время он может подать снова заявление и уже выехать за рубеж. То есть у нас есть сегодня договоренность с университетом Египта, Каир, это Египет. Туда нам повышение квалификации тоже на несколько месяцев можно выезжать и повышать свои знания. Эти знания, по мнению эксперта из Костаная, очень важны. Марзабек Туйганов возглавляет центр, который готовит специалистов уголовно-исполнительной системы по противодействию экстремистской идеологии. Один из спикеров семинара уверен, что под влияние деструктивного культа может попасть абсолютно любой человек, вне зависимости от возраста. Важно, чтобы на его пути попался тот, кто протянет ему руку помощи. Расширение социального поля деструктивных религиозных организаций, оно в будущем может привести к угрозам национальной безопасности. Потому что деструктивные религиозные организации, они прежде всего действуют на идеологическое поле. Эти организации, например, пропагандируют или привлекают молодежь тем, что они обучают их каким-то специальным знаниям особенным, которые помогут им в жизни. Они могут маскироваться под различные благотворительные организации или образовательные какие-то центры. Запрещенные организации, они у нас вне закона. Но никто не может запретить религиозные организации в мировом интернет-пространстве. Это одна из важных проблем, считают участники семинара. Каждый его слушатель получит сертификат.